Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. И сегодня у нас будет целый гайд, в котором мы подробно поговорим о деревянных двутавровых балках. Предоставленной компанией Интерсити именно эти ребята изготавливают на своем производстве такие штучки. Найдем плюсы и минусы, посмотрим где их можно использовать и обязательно сравним с известным для всех материалом. Это обычная сосновая доска. В общем, вам желаю приятного просмотра и поехали! Дервянные двутавровые балки. Это силовые несущие конструкции, которые применяют в перекрытиях и стропильной системы. Также используются как стойки в наружных и внутренних стенках. Дервянные двутавровые балки бывают двух видов. Первый вид это полки верхняя и нижняя из дерева, а по центру у нас плита ОСБ-3. Либо второй вариант это двутавровая балка, также по центру имеет ОСБ, но верхняя и нижняя полка сделана из ЛВЛ-бруса. А в чем плюс, в чем фишка? ЛВЛ-брус имеет жесткость примерно на 40% выше, чем просто дерево. Тем самым двутавр с полками из ЛВЛ может воспринимать большие нагрузки, чем с полками из доски. Во-вторых, балки с ЛВЛ-брусом делаются длиной до 13,5 метров. И используются в тех случаях, когда нужно перекрывать пролеты более 6 метров. Ну и также при больших пролетах используются более широкие полки балок. За этот год, кстати, лично я встречал две стройки, где применяют именно такие балки. В основном это было строительство каркасных домов. Применяли в перекрытиях первого этажа, в перекрытиях второго и в стропилах. В чем основной плюс? Так как такие двутавровые балки могут делать разные высоты, как видите. То есть бывает маленькая, бывает побольше, еще больше. То именно на тех стройках, где я был, такие двутавры позволяют сделать намного жестче полы. То есть будет вообще минимальный прогиб играть пол. То есть вот не как у меня тут в мастерской, если попрыгать, все качается. Во-вторых, важный момент, как утеплять. Есть такой вариант, то есть многие люди спрашивают, задают вопросами. Утеплять такие полы, перекрытия офигенно, как удобно, эко-ваты. То есть просто задуваете все наглухо, это экологично. Там мыши не живут, не жрут, то есть вообще красота. И плюс они создают огромную жесткость всей вашей конструкции и строению. Поэтому выгодно. То же самое, что и касается стропильной системы. У нас по стандарту, к сожалению, 200 доска это максималка. А если хоть кто-то немножко понимает строительство домов, то понимают, что высота в 200 стропильная система, а утепление это ни о чем. То есть один фиг, надо будет делать перехлест. И вообще, как говорится, есть такое правило, если у вас полы утеплены, допустим, в 300, то крыша у вас должна быть как минимум в 450, то есть в полтора раза больше. Но это мое мнение. Я никого не учу, я просто рассказываюсь и делюсь полезной информацией. Будет, наверное, ходовой вопрос, почему ты у себя в доме не применил такую технологию. Потому что я о ней еще не знал. Дом мы начали строить два года назад. Да, с такой технологией я познакомился только в этом году и увидел, как она действительно работает. Для сравнения двутавровой балки возьмем обычный кусок сосновой доски и сравним с этим материалом. Найдем плюсы и минусы как одного материала, так и другого. Во-первых, доска это в первую очередь, наверное, у всех, это нестабильные характеристики. То есть я уверен, что если положить куб доски, то только одна будет, наверное, вот именно того размера заявленного, который вы заказываете. Особенно если вы берете из естественной влажности. Потому что сколько я побывал настроек, ни одна доска не соответствовала, там, допустим, 50 на 200. Там, чтобы было 50 миллиметров на 200 миллиметров, но никогда такого не бывает. Всегда 48,4, 49,2, там, 192, там, 196. То есть никогда я еще не видел в своей жизни доски из естественной влажности с точными размерами. Поэтому в этом уже сразу огромный минус. Также у доски может гулять геометрия, изменяться влажность, как по длине, так и по толщине сечения. Могут быть сучки, которые потом будут вываливаться, трещины, потому что доска нестабильна. Она зависит от погоды, от перемены влажности. И опять же, как я уже сказал, заказывая, допустим, 5 кубов доски для своей стройки, все доски будут разными. Сразу второй минус. Это ограничение по длине. Даже строя свою мастерскую, я либо доски наращивал, либо строил просто 5,60. Вот, допустим, ширина мастерской 5,60. Потому что ограничение по длине доски больше 6 метров, я не знаю, это надо под заказ, наверное, покупать, где-то с кем-то договариваться, ждать, потому что везде стандарт, везде доска 6 метров. Ладно, 6,05. Лучше пусть будет больше, потому что бывает попадается и 5,95. Поверьте, я строил, я знаю. Так что это тоже минус. Раз заговорили про длину, то и, конечно, про высоту. Как бы самый ходовой размер, это, наверное, 50 на 100, 50 на 150. А доска уже 50 на 200 напиливается под заказ. 50 на 250 я пока еще в своей жизни не встречал. Поэтому это тоже целая проблема. По высоте мы ограничены. Ну и также еще один важный человеческий фактор. Это сэкономить. Это касается обеих сторон, как и покупателя, так и продавца. Потому что все хотят взять подешевле, продать подороже. А мы хотим купить подешевле. И поэтому чаще всего бывают такие ситуации, я встречал, когда человек покупает доску сорта А, а продавец просто продает ему сорт Б, как сорт А. Доска потом зеленеет, плесневеет, усыхается, появляются скрипы, жучки, паучки, плесень, влага, гниение. То есть это можно вечно об этом все говорить. Ведь даже я свой дом строил из доски естественной влажности в целях сэкономить. Но я полгода его сушил. То есть у меня был открытый каркас на свежем воздухе. Я в три слоя его обрабатывал. И до сих пор еще где-то порой бывает рубанком. Я подравниваю доску. Все соединения болтовые все разболтались. Доска везде усохла. То есть есть щели. Я это пеню, я это конопачу. Но да, надо было строить возможно из сухой строганой доски, вы скажете. Но мы отталкиваемся от своих возможностей. И поэтому сэкономив два года назад, мы докладываем эти деньги, силы, время. Вот спустя уже пару лет. Поэтому это тоже важный нюанс. Ну поговорили о минусах. Давайте о плюсах. Этот материал доска есть практически на любом рынке. Да, какие-то размеры, высоту где-то придется поискать, подождать. Да, конечно, надо будет еще покататься, потому что цены сейчас почему-то взлетели на доску. Ого-го. Что еще? Ну доступная цена, давайте будем так говорить, да? То есть по деньгам тоже где-то как-то мы вытягиваем. Ну и наверное все. Есть везде. Более-менее доступная цена. Если вы найдете качественную. Ну легче в работе. Давайте еще сюда приплюсуем, потому что доска всем знакома. А двутабор это немножко, скажем, шаг вперед уже подальше. И давайте как раз поговорим именно о нем. Первое, что хочется отметить, это точная геометрия. И известные стабильные физико-механические свойства. Погрешность балок при производстве всего 2 мм по высоте. Используется только сухой пиломатериал, потому что, ну, невозможно склеить из сырого. ОСБ или ЛВЛ заведомо стабильные компоненты, которые в свою очередь производятся с помощью пресса под большой температурой. Поэтому тут уже никакой плесени, жучков и прочих неприятностей со временем. Второй огромный плюс это длина. Реальные безопорные пролеты в перекрытиях, которые делали уже из двутавров, это 11 метров. Для стропильной системы 12 метров. Если кратко объяснить, вот, допустим, есть у вас кухня-гостиная, да, там 6 на 8 метров, то с помощью вот таких балок можно смело перекрыть все пролеты, пройти по всем нагрузкам и сделать тот же самый качественный пол на втором этаже, который не будет прогибаться. При этом хорошо заложить шумоизоляцию, потому что также высота полки вплоть там до 1 метра можно делать. Это, кстати, тоже большой плюс, потому что с доской мы так не сделаем. Еще один хороший плюс, то что каждая балка, она индивидуальна и подбирается для каждого конкретного проекта на основании расчетов. И обращаясь на производство, заказывая для своего дома такой материал, я уверен, что по-любому на каждом производстве есть такой специальный отдел, который все это даже бесплатно рассчитает. Помимо плюсов, также есть и минусы у этого материала. Самый главный, наверное, первый, это то, что не все строители знакомы с такой технологией. Второе, я бы сюда добавил, это цена этих изделий. Ну и третье, то, что в свободном доступе, доехав на рынок, ты такое изделие не купишь. То есть это все рассчитывается строго по проекту, все это готовится на производстве и надо будет ждать как минимум 5-10 дней, чтобы получить продукт в руки. Мы говорили про использование двутавровых балок в деревянном доме, но также их можно применять и в домах, которые строятся из газоблока, пеноблока, шлакоблока. Большинство, ну не большинство заказчиков, но некоторые заказчики все равно пытаются сэкономить, допустим, и делают полы из того же бруса. 150 на 200, 100 на 200, кладут его на ребро. Но не забывайте, друзья, что это дерево, обычное дерево. Брус также надо искать хорошего качества. Последствия могут быть тоже глобальные. Брус может позеленеть, усохнуть, будут трещины, он может пойти винтом. И поэтому даже в каменных домах, если мы хотим сэкономить, если мы сравниваем, допустим, железно-бетонной плитой или монолитной плитой, то вот тут двутавровые балки выигрывают по цене. Потому что порой даже обычными железно-бетонными плитами ты не перекроешь большие пролеты. Потому что у них тоже есть определенная длина и за рамки уже не выйти. А если мы хотим бюджетнее, но качественно, то в домах из блоков такое перекрытие зайдет на ура. Мы также можем тщательно утеплить, мы также можем тщательно сделать хорошую шумоизоляцию. И не забывайте, что даже дома из блоков, крыша у вас все равно будет деревянная. Поэтому использование двутавровых балок сюда отлично впишется. Еще бывают ходовые вопросы по использованию двутавровых балок. Это, например, горят они или нет? Ну, конечно, горят, друзья. Это же дерево. И как любое дерево, надо защищать. Особенно, если оно где-то используется с влажными помещениями или рядом с улицей, то в любом случае надо защищать огни биозащитой. То есть промазывать пропиткой и тому подобное. Срок годности таких элементов, как заявляет производитель, порядка 50-70 лет. Это, в принципе, хороший, скажем, срок для таких конструкций. А если мы еще защитим, сделаем все качественно, то, я думаю, на целый век точно хватит. Ну и давайте немножко подведем итог, друзья. В первую очередь я хочу добавить от себя пару слов и сказать то, что если вы собираетесь строить дом или уже строитесь, то выбирайте качественного производителя. Как минимум, чтобы они могли предоставить вам сертификаты. Вот, например, ребята от компании Интерсити, которые предоставили мне двутавровые балки, ссылка будет в описании. У них есть гарантия 2 года на свою продукцию. Они на рынке с 2011 года. У них классные инженеры-консультанты, которые отвечают вам на любые вопросы. Поэтому, если будете строиться, переходите по ссылке хотя бы для себя, почитайте эту информацию. Я уверен, в жизни может пригодиться. Ну а на сегодня все, друзья. Пишите ваши комментарии, пишите вопросы, кто уже работал с такой технологией. Делитесь личным опытом, потому что это реально всем будет полезно. И поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо и пока. Стройте качественные дома, чтобы потом ни конопатить, ни пенить, ни шкурить, ни рубанком не строгать. Ну кто ж знал-то. Вот в этом году я встретился с этой технологией. Знал бы раньше, сейчас бы себе перекрытие, задул бы эковатой. Межэтажное перекрытие также эковатой. Стропилы бы взял сразу в 400, также эковатой. Никакого геморроя. Не чешешься потом две недели от этой минеральной ваты. И вообще проблем никаких нет. Так что берите на вооружение. Продолжение следует...